Я возвращаю мою жену, потому что она не оправдала мои надежды в счастливой семейной жизни. Два года назад с девочкой одной хорошенькой познакомился. Скромная такая была. Нежная такая. Нет, сейчас тоже как была, но за два года так изменилось. Кормить меня стало хуже. Недавно приготовила крабовый салат. Я говорю, ну что это за крабовый салат, если в нем нет ни одного краба? Она говорит, а что, разве в греческом салате есть греки? Слушай, такая капризная стала, да? Курортный предпочитает только с двойными названиями. Монте-Карло, Баден-Баден. Ну, думаю, раз любишь с двойными названиями, купил ей путевку в Талды-Курган. Такой Курган устроила. До сих пор об этом талдычит. Но я на нее не сержусь. Ну, как можно любить и сердиться одновременно? Я уже привык ее любить и стараюсь не отвлекаться. А недавно мой дядя мне заявил, говорит, она тебе не пара, ты у нее под каблуком. Где ты видел под каблуком лицо кавказской национальности? Верни ее маме. Дядя говорит, понимаешь, жена, жена должна бояться нам уже глаза поднять. Она, говорит, должна только хорошо готовить и непрерывно рожать, не поднимая глаз. Потому что, говорит, жена, это царь все говорит, потому что жена это домашняя пташка, а муж это публичный орель. Его задача, помог родить, полетел дальше. А потом прилетел, принял работу, снова помог и опять в полете. Ну, я так скажу, я от своего дяди такого не ожидал, потому что у себя дома он не орел. Там у него орел и его жена. А он скорее этот, как его, Тетерев. Все время поддакивает. Она уже полчаса ничего не говорит, а он кивает. Я помню, как-то мы у них давно смотрели передачу, помните, такая была программа «Империя страсти». И в тот момент, когда девушка снимала с себя последнюю деталь одежды, мы так уставили свой экран телевизора, что не заметили, что его жена рядом со сковородкой стояла. Никогда не забуду этот момент встречи. Дядиной губы и сковородки. И этот жуткий вопль. Ай, как хорошо, что сковородка холодная оказалась. Слушай, у дяди тогда вокруг носа столько лица образовалось. И губа у него была тоже не дура. Губа была не дура, а стала как хот-дог. И я дяди напомнил про то, какой евроремонт головы ему жена устроила сковородкой, не поднимая глаз. Он сразу на дыбе, и что ты в этом, говорит, понимаешь? Ты представляешь, как она меня любит, если к телевизору приревновала. И вообще, говорит, сковородка в нашем доме – это предмет любви. Это в Америке самое страшное наказание – торт в морду. А у нас дома торт в морду только по праздникам. Я, говорит, после этого случая еще больше ее любить стал. Правда, на всякий случай, говорит, кальций кушаю. Чтобы кости быстрее свосстались. А недавно мы на даче были у них. Грядку копали. Смотрю, жена на голову дяди каску надела. Я, говорит, дядя, каска тебе зачем нужна? Он, говорит, а это, чтобы моя нынель каждый раз к забору не бегала лопату стряхивать. И вот после этого, после этого он говорит, что я подкаблучник. Нет, не подкаблучник я. Просто я не люблю командовать женщиной. Да и зачем? Женщину надо любить. Потому что для настоящего мужчины Любимая женщина – это не человек, а богиня.